друзья привет вот почему закуп лесенка не работает объясняю наверняка многие из вас проходили такое что вы берете она все ниже и ниже вы берете она ниже вы берете она ниже вы берете она ниже и где этому предел никто не знает поэтому для каждой позиции нужно определять допустимую долю вот допустим вот селегдар у меня да ну сколько он уже снижается вот сегодня вроде как бы надо чуть добрать но я добрался всем чуть-чуть совсем чуть почему совсем чуть да потому что уже и так полно основные две проблемы потери денег на фондовом рынке это первое не соблюдение менеджмента то есть очень много денег в какой-то одной позиции второе это берешь в то в чем неуверен в долгу берешь на сколько она она пошла вниз да и ты сидишь нервничаешь блин час не делать и некоторые фиксирует минуса так не бери в то в чем не уверен и не бери слишком много понимаете поэтому у вас те акции которые у меня есть я в них уверен что такое уверен верь уверенность это тоже процент вероятности события то есть какой процент вероятности что акции же компании допустим закроется но ничего не бывает 0 процентов ничего не бывает сто процентов соответственно ты даже супер если ты уверен в компании там нельзя ее брать слишком много ну нельзя иначе портфель вот она пойдет вниз и все и портфель пойдет вниз очень сильно поэтому риск менеджмент обязательно я конечно селектора добрал но добрал крошку крошку ну а чё делать он уже его уже много пойдет выше буду использовать этот момент чтобы разгрузиться пойдет ниже опять маленькую крошечку не дает разгрузиться хорошо конечно когда она туда-сюда ходит да и тогда легче вывести позицию в плюс ну считаешь все покупки все продажи там считаешь сколько введено и смотришь сколько стоит и постепенно постепенно такими туда-сюда в плюс уводишь но как это сделать если она вообще без отскоков вот как селегдар ночью по чуть-чуть тогда уж уже уже набрал много вот новотек наоборот на пользу чуть-чуть взял но вот так наоборот продал небольшую часть вот он пошел ниже в целом ну чё делать вот мне вот спрашивают многие кричат что обвал рынка будет там двадцать четвертом году ты в это веришь если будешь станешь инвестором но я уже инвестор поймите активное инвестирование главное слово инвестирование а не активное активное да когда она гуляет туда-сюда я покупаю продаю фиксирую прибыль но если вдруг рынок снижается я не бегу фиксировать убытки а что там я купил там снижается ну что ну посижу за чуть-чуть поймите если ты фиксируешь только плюс и не фиксируешь убытки то рано или поздно твоя фактическая доходность перейдет к зафиксированной если ты фиксируешь и плюс и убытки ты крутишься вокруг нуля год проходит два ты все вокруг нуля крутишься поэтому ну смысл конечно ну я и так инвестор но позиции которые есть я буду закрывать плюс в минус зачем мне их закрывать сейчас да где-то покупают это продаю но в целом закрою только тогда когда сумма введенных в позицию средств будет меньше чем стоимость позиции то есть то есть будет в плюсе вот все еще вопрос здрасте скажите пожалуйста это сейчас открывать какие-либо позиции по магниту сбербанку лукойлу магнит сбербанку почему магнит сбербанку к ну конечно это это очень крепкие компании но многие очень сильно откорректировались а эти как бы нет я лукойл ну не знаю ну они да они крепкие ну по ним и коррекции то я особо не было почему допустим там сейчас все летит до вроде индекс масс биржи там соком там сначала месяца минус четыре с половиной процента вроде как бы не сильно летит да потому что в индексе большая доля вот этих вот тяжеловесов лукойла сбера газпрома не они просто ну как бы стоят на месте пока ну по отношению к другим остальное все летит то вообще конечно опять же ну ничего ничего в этом страшного ниже ничего первый раз летит летят акции что ну чё это реально чё первый раз что сколько такого было уже из года в год из года в год сегодня летит завтра растет сегодня летит сегодня покупаешь продаешь делал авто да есть какие-то компании как раз зависли вот так как и называют зависли до двмп зависла селегдар завис мтс завис ну завис ли чё ну такой такой период по ним как отвиснуть их продам будут ходить туда-сюда буду покупать продавать но в минус не 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 вы чё шиш никаких минусов ни рубля не отдам здрасте что решили по астре нравится ваша подача информации спасибо вам спасибо за приятный отзыв astra ну рынок слаб рынок слаб поймите astra это компания роста компания роста они сильно падают на росте и сильно растут на сильно падают на падение сильно растут на росте то есть они грубо говоря высоковолатильные и когда уже намечен наметится разворот тогда я как бы и буду присматриваться к астре а сейчас пока такая петрушка если покупать то покупать мы прям крепышей каких-нибудь ну либо то что уже есть портфель компания роста который болтается тогда уже конечно их и женат то в плюс выводить а в целом хорошего меня по астре но это это ведь это это не то что там долг это компания роста компания роста высоковолатильный следующий вопрос русал что ждет впереди русал русал где в этом видите что точки роста глиноземный завод ну да . роста ну а в целом я не как-то не очень настроен инвестировать в русал где-то там поспекулировать может быть но не вижу там каких-то крепостями крепких точек роста следующий вопрос антон прежде что скажешь об айкос айпиосов комбанка будешь брать айпиосов комбанк буду в допу добавлять я его проанализировал так поверхностно он проходит по определенным параметрам чтобы попасть мой список следующий вопрос насчет газа а что с газом переключилась и еще в этом вообще-то госпром вновь растет друзья мои ну а газпром и он как бы и весь год то и не рос при помощи сейчас акции сдуваются сдуваются а газпром откуда сдуваться он и так уже сдут да нельзя поэтому куда ему падать понимаете но есть такое понятие вот вот есть акция она набирает инвесторов и хомяков на обвале рынка на коррекции хорошие хомяки уходят акция сдувается остаются инвесторы по сути дела в газпром и остались уже инвесторы все куда ему сдуваться вот сейчас хомячки набегают услышали дивиденды набегают но до инвесторов она сдулась по сути дела может еще падать но уже по большей части если кто-то будет шортить инвесторы которые заходили в газпром в долгую по такой цене вряд ли будут с удовольствием его отдавать все но в целом что работаю ну как бы ничего такого страшного то и нет ну вот просто коррекцию нужно переждать но переждать не просто сидя сидеть потому что сидя сидеть это ерунда полная вы можете посмотреть на индекс мосбиржу за четыре года не вырос вообще за четыре года вот четыре года представьте человек сидел сидел ждал чего много на ждал ничего но и дырку обублика поэтому в определенный момент продавать кое-какие компании в определенные покупать работать с позициями ставка слушайте ну ставка чё ставка ну чё ставка вот в пятницу будет заседание да я думаю процент повышения уже рынок заложил то есть он уже на эту сумму он уже по папа поснижался два процента должен мне кажется и два процента заложил если оставят но разве скорее всего развернется на начнут откупать экономически нецелесообразно повышать ставку нецелесообразно экономически но у нас там логики мало в этом деле как вы знаете поэтому ну будем ждать просто до ставки я бы не стал бы там набирать полный карман мало ли куда возьмут еще бомбанут ты его знает никто не не мускай аналитики одно говорят другие аналитики другой горит это все ерунда все эти прогнозы беспонтовая общая история нужно рассчитать вероятности правде причинно-следственные связи смотрите как определенные как акция реагирует на определенные факторы расценивать действие этих факторов на денежные потоки компании а прогнозы вы можете просидеть посидеть в интернете и вот такая вот как голова будет потому что вы один час будете читать один прогноз а второй час по полностью противоположный это моделировать на это моделируется моделируются вероятности на основе данных рассчитывается рассчитывается вероятность определенных событий ну хотя это тоже можно назвать прогнозом да вы просто все по-разному это моделируют они моделируют просто графики смотрят че толку те очень че толку на за графики смотреть чего там видите эти графика это же ерунда ну как можно рассчитывать какой-то там запас хода грубо говоря да какой-то таргет допустим рассчитал то таргет по нефти при нефти в 100 они в потом стала 80 ты чё таргет свой не пересчитаешь или рассчитал какой-то таргет допустим с одними налогами а потом пришли другие налоги или рассчитал то свою т таргет с одними пошлины пришли другие пошлины или же считал свой таргет с одними санкции пошли другие санкции читал enmity таким акционерным капиталом они фигак и сделал допомиссию ну это меняется же все все меняется и нужно как бы это принимать во внимание что задавайте вопросы получать ответы всем пока